Когда завтра выезжать, я партнер говорит, извини, но я не смогу с вами сработать. Второе довольно-таки крупное мероприятие, это мы выставляем команду на такое мероприятие, как Волок. В этом году он будет четвертый, это экспедиция от Белого до Черного моря. Это все российское такое мероприятие. Начнется где? В Архангельске, да? Старт в Архангельске, финиш в Новороссийске. То есть это конец апреля, начало мая. Это вот сейчас уже появится. Буквально через месяц мы уже стартуем. Почему Волок, как бы Волок, древнее слово, означающее самый короткий путь между двумя водными путями. Поэтому вот Волок от Белого до Черного моря, старт в Архангельске, финиш в Новороссийске. Это общий примерно маршрут около 7 тысяч километров. Это вот именно от Белого до Черного. Плюс еще зайти на старт, потом с финиш сюда вернуться, где-то 1012-13 мы накатаем за этот прогресс. Андрей, ну а вот если сейчас кто-нибудь нас слушает и позвонит и скажет, а можно с вами? Вот что вы скажете? Ну, скажем так, что у меня пока место штурма на Ваканте. Да. Надо подумать. Пока не поздно. Если есть люди, которые знакомы с GPS-ориентированием, ради бога, Михаил готов принять штурму. А ночевать в палатках будете, да? Да, конечно. Вообще весь пробег вот разбит на 5 этапов после каждого этапа дневка. Когда дневка, тогда уже идет ночевка в гостинице. Этот день тратится там либо на ремонт машины, либо на какие-то экскурсии. А так весь пробег, это исключительно лагеря в палатках, все. Ну, вы едете все на УАЗах, на этих, на Патриотах, да? Исключительно. Нет, это наша команда. Ваша команда, да. А вообще, начиная от Хаммеров и заканчивая Хантером. Ну, а вот УАЗ-Патриотов в такой дороге нормально, да, все? Ну, опыт есть. Один экипаж уже принимал участие в этом автопробеге. То есть УАЗ себя показал великолепно. Во! Прошли от и до, без единой поломки. Замечательно. И никаких проблем не было? Абсолютно. А чего же тогда ругают эти машины? Зачем? Почему? Ну, тут надо уточнить, что еще УАЗ сейчас собирает полмира. То есть комплектующие со всего мира идут. То есть это не тот УАЗ, который мы привыкли видеть. Это совершенно другая машина. Я, например, вот с Лешей прокатился. У меня огромное впечатление. Такая шикарная машина, высокая такая. Красивая. Ну, а вообще, вы мне скажете, вот не случайно же вы этим делом заинтересовались? Наверное, с детства была какая-то мечта вот о руле, о машине. Ну, все призадумывались. Нет, вы знаете, все по-разному. Было время, когда, например, я любил ездить на мотоциклах. Был в таком клубе Самара Мото. Ну, до определенных, до определенного времени. Очень любил заниматься дрэк-рейсингом. Я ездил на машинах дрэк-рейсингом, стрит-рейсером. То есть я ездил на спортивных машинах. Мне это все нравилось. Но все это со временем проходит, это молодость. Теперь вот как-то все больше так. Вы знаете, вот из моей практики я вспоминаю очень смешную историю. У меня сын, когда был ему года 3-4, его нельзя было оторвать от руля, Пашка. Он вот просто прилипал к нему и рулил, там сидел на коленях. Да, я шофер никакой, вообще хуже не бывает в мире. И он постепенно, вот когда ему было лет 7-8, он уже спокойно рулил. И мы делали вид, что я опытный инструктор, у меня права там с 20-летним стаживая и не сидел за рулем. А он рулил. И вот однажды останавливает меня ГАИ и говорит, а почему у вас мальчик за рулем? Я говорю, ну вы знаете, что я его учу, пусть он привыкает. Нет, вы знаете, Борис Рафаилович, он поглядел, мои права. Сейчас такая опасная обстановка на дороге, лучше уж садитесь-ка вы сами. Пусть он садится на пассажирское место, боже мой. Вот удастся мне стронуться или нет, он так строго на меня смотрел. Вот ас. Ну я стронулся, мы доехали до первого же поворота, тут же поменялись назад, и он погнал. Он шикарно водил машину. Ну вот такая вот история была интересная. Ну а вы мне скажете, вы с собой гитары-то когда-нибудь возите? И какие песни поют в этих дорогах? Не возите. Почему? Возим, бывает разное, все зависит от того, какого формата мероприятия. Допустим, вот в ноябре у нас был тур выходного дня, мы ездили на экскурсию в Дивиево. О, это монастырь знаменитый. Мы побывали в Саноксарском мужском монастыре, в Дивиевском женском монастыре. И рядом есть мужской монастырь в Мордовии. То есть мы поехали сначала туда, потом вдоль границы заповедника поехали в Дивиево. Поскольку было уже довольно-таки позднюю осень, мы останавливались в гостинице. Но один из экипажей брал с собой гитару для того, чтобы как-то вечером... Нет, ну вообще в дороге без гитары как-то... Ну вот, Леш, вот у нас сегодня здесь замечательный исполнитель песен. Это клуб песни «Жигули» Ирина Николаевна Высоцкая. Его руководитель наш, обязательный участник всех наших передач. Ну давайте споем что-нибудь. Может быть, в дороге вспомните потом эту песню. Давайте, с удовольствием послушаем. Я еще что хочу сказать-то. Я ведь о чем думаю, Ира? Что может быть наступит такое время, когда вот весь ваш клуб, а он, оказывается, этот клуб имеет отделение во многих-многих городах России, когда они, я думаю, что соберутся на Грушинском фестивале, а кто знает, а потом возьмут с собой таких замечательных гитаристов, да поедем куда-нибудь на Дальний Восток. Вполне возможно. Вот это было бы, да. Интересно. Кругосветку. Кругосветку. Да. Пою. Пусть дорожка. Среди горы, реки и долины, Возьмутую огонь и черный дым, Мы вели машины, Объезжая мины, По путям дорожкам фронтовыми. Дорожка родовая, Не страшна она, Помешка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Возьмутую огонь и черный дым, Между прочим, Был друзья, Не легок и не склон. Шли мы дни и ночи, Трудно было очень, Но баранку не бросал шофер, Дорожка родовая, Не страшна она, Помешка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Может быть, за детским шанским людям Эта песня малость не томет. Мы ж не позабудем, Где мы жить не будем, Продовык и смешанных дорог. Эх, путь дорожка родовая, Не страшна она, Помешка любая, А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. Ну вот мы смотрели тут записи, Тут такая дорожка была, Что, наверное, Эта песня вспоминается. Дайте сейчас посмотрим Фрагмент из вашего путешествия, Замечательно. Ого, зима, Тут дорожка. Это где вы? Это в районе Икеи. Где, где? В районе Икеи, На выезде из города. Есть там вот такие вот Замечательные места. А кто за рулем? Это человек с очень интересным ником на форуме. Враг государства. Ой, нифига. В жизни добродушной души человек. А почему же его так назвали? Ну, такое у него, видимо, Восприятие действительности. А флаг? Это что это? Потому что Символ вашего так называемого. Флаг – это патриотическое воспитание. Потому что патриот. А, ну да, патриот. Ну и плюс, потому что патриот. А интересно, Вот вашему патриоту сколько лет? Вот лично моему 4 года. И нормально, да? Уже даже больше. А сколько прошел? Мой пробежал 110 тысяч. Километров. Из них По асфальту, ну, наверное, Можно смело сказать, Что километр Порядка 70-75 тысяч. Все остальное Вне дорог. Ох ты! Не, ну, проходимость. Это вот это вот. Можно видеть, Я поставил новую резину, Испытывал, смотрел. Здесь, в машине, Полгода. А вот Вы мне скажите, Вот, конечно, У каждого путешественника Есть какая-то Голубая-голубая Заветная мечта. Вот у вас какая есть? Вот о голубой Заветной мечте, Я думаю, Михаил сможет Подносить. Какая голубая мечта, скажем? Уйти в кругосветку. Вообще, вокруг шарика. Вокруг шарика. Это самая голубая мечта. Очень тяжело осуществить. Ты подчеркнул, Что именно на УАЗ-Патриоте? Это само собой. Слушай, а кто-нибудь На УАЗ-Патриоте Вот земной шар объехал, Нет еще? Ну, у меня 126 тысяч пробег. То есть, я, получается, Три раза уже объехал. Да. Если так сказать. Слушай, ну, а вообще-то Это же реально сегодня. Все реально. Все зависит от помощи. То есть, скажем так. Вот знаете, мне кажется, Что сейчас вот, когда вот Говорят люди про такую мечту Свою голубую. Да, может быть, кто-то так там. Нет, есть же Федор Конюхов. Он же не одиночка. Значит, ему кто-то помогает. Он доказывает, что Россия лучше. Не, ну, ходит он один. Ну, Россия лучше, правильно? Почему мы не можем сказать В своем роде, В своем стиле. А вот мне интересно, Ребята, вот кто бы из вас Рискнул бы Вокруг земного шара. Задумались. Я уже знаю, Кого мы возьмем. Да. Ну, вот уже одного человека Нашли точно. Нет, просто у всех, наверное, Сомнение идет от того, Что вроде как так На русской машине Вокруг света. Вот в этом-то вся и прелесть. Обязательно надо пойти, я считаю. Я вот с великим удовольствием бы пошел. Уборщиком Каким-нибудь там Машину буду мыть. Нет, ну, еще, скажем так, Что в этом году марки У вас уже 70 лет. Это далеко не молодая Марка машины. И то, что она в последний период Так сильно поменялась, Это большой плюс. За рубежом эти автомобили Продвигают и очень сильно, Очень сильно. Все возможно, Потому что там, Где показывали, например, Американцы, Когда их накрыл снег, Там вот это все, Вот там, где они стоят, Шлифуют на хаммерах, Для нас это как бы так Неинтересно. Там бы эти же наши машины, Они бы шли спокойно. Просто и все. Интересно. Ну, вообще-то, Мне кажется, Что вот это вот сбудется, Миша, Вот кажется мне. Ну, это хорошо. А что? Искренне надеемся. Понимаешь, Ведь надо жить интересно, Полной жизнью. Ну, что ж такое? В планах на следующий год Попробовать съездить на Байкал. А это 10 тысяч на круг. А вот сидит Володя Стригун, Он так скромно, Очень в углу. Вот мы с ним в прошлом году Собрались в путешествие На Дальний Восток, На машинах. Ну, что-то я по каким-то Непонятным причинам отпал, А он поехал. И они доехали прекрасно. Вернее, они купили машину В Владивостоке И приехали в Самару, Там ехали уже осенью поздней, Холода были, Не знаю там чего. Ну, доехали же. Вы знаете, Это проторенные дороги, Это перегонщики наверняка Были такой вариант. Ну, фактически. А вот тот же формат, Вот скажем, Экспедиции Волок, Он идет, Принцип, Познаем Россию заново. А вот чем Волок отличается? Он идет в таком варианте, Что едут там, Где никто не ходит. То есть, Этого не видит никто. И именно показать, Какие ценности мы теряем. Ну, например. Ну, вот это вот, Наверное, Больше всего. Ну, вот Михаил Праскал, То есть, Основной девиз Волока, Открываем Россию заново.